Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим о семье, узнаем новые слова и, как обычно, получим удовольствие от изучения русского языка. Не забывайте выписывать неизвестные вам слова и повторять за мной. Семья состоит из родителей, детей и пожилых людей. Рассмотрим каждую группу отдельно. Женщина выходит замуж, а мужчина женится. Это две принципиально разные фразы и в России необходимо их различать. Когда они поженились, мы называем их супруги. Они женаты. Теперь родители. Мама и папа. Мама. Мы говорим так в разговорной речи, но в формальном случае мы называем мать. 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 И во всех официальных документах помечено как мать, а папа. А папа в формальном случае отец. Отец. Мать и отец. Но в разговорной речи мы часто говорим мама и папа. Мы не говорим мать и отец. Итак, семья. У нас есть мама и папа. У них будут дети. Очень важно. Дети. Множественное число. Ребёнок. Единственное. Я знаю, что вам очень хочется сказать, что много детей, а один дитё. Но мы так не говорим. Много детей и один ребёнок. Ребёнок. Итак, ребёнок женского рода – это дочь. Дочь. Много дочерей. Дочерей. Если ребёнок мальчик, то мы называем его сын. Сын. Один сын. Много сыновей. Итак, одна дочь. Много дочерей. Один сын. Много сыновей. И все они дети. Дети между собой являются братьями или сёстрами. Братья – это два мальчика. А если две девочки, они друг для друга сёстры. Одна – сестра. А множественное число сёстры. Вторая буква Е меняется на ё. Сёстры. С братьями всё полегче. Один брат. Если множественное число – братья. А что, если у ребёнка, одного ребёнка, мама не родная? Она не родная. То есть физически она не является мамой. Но в социальном статусе она мама. Тогда дочка для мамы – падчерица. падчерица. Но это только в официальных случаях. В жизни она будет называть её дочкой. А мальчиков мы называем пасынок. Пасынок. Опять же, для мамы, которая не является родной. Мальчик – пасынок. Неродная – дочь. Падчерица. Неродной – сын. Пасынок. А кем же мама тогда является, если она неродная? В России принято называть неродную маму мачеха. Но слово мачеха чаще всего ассоциируется с негативом. Помните историю Золушки? У неё была мачеха. Мачеха. Поэтому мы не особо говорим это вслух. Просто мама. Даже если она неродная. У детей есть бабушка и дедушка. Они являются родителями мамы и папы. Для бабушки и дедушки дети в целом являются внуками. Внуки. Девочки, мальчики, неважно. Это внуки. Но если мы хотим сказать о девочке, она внучка. Внучка. Если о мальчике, он внук. Просто внук. Итак, закрепим. Мама и папа. Они супруги. У них будут дети. Ребёнок женского рода – это дочь. Если ребёнок мальчик, то мы называем его сын. У мамы и папы есть их родители, которые для детей являются бабушкой и дедушкой. А дети, в свою очередь, внуки. Иногда говорят внучата, внуки. Это всё разговорный русский. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите любые ваши комментарии. Я желаю вам всего самого наилучшего. Хорошей вам недели, отличных выходных и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания. До свидания. До свидания.